В районе мусоросжигательного завода, мусороперерабатывающих заводов несколько разных проектов предлагал за последние годы. И в районе Восточного Оренбурга построить. И, соответственно, здесь в Оренбурге с какими-то технологиями, взятыми на вооружение у корейцев, чтобы они не были там никаких выхлопов, никуда в атмосферу не попадало, и разные фракции. Какой проект сейчас обсуждается и о чем? У нас есть три точки – Запад, Восток и Центр. Всего, чтобы было понятно, у нас на территории собирается на сегодняшний день от 500 до 600 тысяч тонн мусора в год, который требует переработки. Порядка, наверное, 300 тысяч, а также 350 – это центральная зона. Мы, наверное, на протяжении двух лет вели переговоры с разными инвесторами, и с ППК РЭО, и в том числе с руководством ООО «Природа», и с владельцами ООО «Природа». На сегодняшний день очень близки уже к какому-то консенсусу. Я думаю, что в ближайшее время все договорятся, и начнется движение уже в сторону проектирования, определения того, что будет. Это все-таки строительство крупного мусороперерабатывающего комплекса сначала в центральной зоне, затем будет восточная зона, а затем западная зона. Что касается состава оборудования, тут спектр, к сожалению, не так широк. По всей России это два варианта. Это либо компостирование, либо РДФ топлива для выделения тепла. Но у нас, к сожалению, если брать там центральную зону, то это РДФ топливо можно использовать только на цементных заводах, а они у нас находятся на востоке. Поэтому я думаю, что это компостирование. Причем, к сожалению, к большому сожалению, если там изначально рассматривались варианты, что компост можно использовать либо для дорог, либо для удобрений, то на сегодняшний день мы понимаем, что его можно только использовать для пересыпки того мусора, который будет поступать на мусорный полигон. Но крупная сортировка, последующая утилизация, внедрение раздельного сбора мусора позволит добиться того, что мы будем большинство фракций все-таки оттуда забирать, скажем так, не мы, а тот, кто будет оператором этого комплекса, реализовать, отправлять на вторичную переработку. Поэтому, я думаю, вопрос должен наладиться, в том числе наладиться с точки зрения заполняемости полигонов. Я слышала, что еще появятся точки досортировки в определенных районах, например, Солилецк, либо какие-то такие вот, то есть они как площадки будут какие-то оформленные, где не завозики, так скажем, а вот какие-то сортировочные комплексы. Так все же? Ну, это такие, скажем так, перевалки, перевалки мусора. Сейчас природа над этим работает. В разных муниципальных образованиях Сарактаж пытались в Шарлыке, но не удалось там выпупить земельный участок, Солилецк ставить такие перевалочные пункты организовывать. Наверное, это правильно. У нас область довольно протяженная. Это тоже позволит в более оперативном режиме решать вопрос с вывоза мусора на местах.